Самый простой способ проверки этого гармонизатора, люди, которые могут легко попадать в биорезонанс со всей светом или с Богом, он может просто подержать в руке этот гармонизатор, думая о определенных моментах, о определенных событиях, желательных и комфортных для этой личности, и оно начинает материализоваться. Человек это может проверить сам, как это все происходит. Было бы его желание, возможности мы предоставляем. Вот видишь, вот так оно работает, это своего рода цветотерапия. Сейчас придумали целую кучу приборов, но любой прибор это копия. Я без всякого прибора просто это делаю, потому что ты сенсор хороший. Я тебе вставляю энергию, ты сразу ее начинаешь принимать. И мне начинает планировать назад так хорошо. Назад, там, наверное, где-то у тебя это самое нажитое, это побошу, вот эти негативные сущности, где-то там торчит. У меня сущности есть, либо у меня ко мне постоянная. Да, они прилепают, сейчас мы ее уберем. Перестает туда? Да, уже начинает тонуть земли. Ну, то есть, начинает чувствоваться больше земля. А земля-то есть нижний чакр, малахара. Все сейчас закрыли, чтобы не лезли. Ну, пора, закрыли, а вот. Тебе надо научиться, выображение у тебя хорошее, надо научиться блокировать. Вот, раз ты, ну, как яйцо, вот эти слои идут, ну, у яйца есть скорлупа. Эта скорлупа, она гибкая, она упругая. В отличие от яйца, там же хрупкая, здесь упругая. Ты вот, когда идешь, чувствуешь, что на тебя будет давление, ты начинаешь визуализировать, увеличивать эту скорлупу. Толщину ее наращивать, больше, больше, больше. И вот сейчас просто попробуй. У меня, этот, руки начинают произвольно подниматься. Ну, да. Вот так. То есть, в ритмах, как будто бы, ну, держат. А теперь смотри, вот мы сейчас тобой проэксперинтируем. Я хочу нанести удар. Ты расширил эту хоро, все, и скорлупа толстая. И я вот, так, ударяю тебя в эту точку. Вот это вот все наоборот, да? Да. И скорлупа, она прогибается и назад толкает. Но все равно, все равно ощутимо, да, уклонит назад. Но, в принципе, да, есть упругость определенная. Да. Но ты немножко потренировался. И еще раз давление пошло на плечи, ну, на эти чакры, да. Это все надо потренироваться, чтобы приобрести навыки защиты. Иначе тебе трудно жить. На базар зашла, поймела. Хорошо ты села, поймела. И все время носишь целую кучу грязи чужой. Но тебе надо научить защищаться. Один. Просто несколько лет назад у меня как-то более-менее получалось. Но у меня есть один человек, который у меня постоянно на низы такие, вот такое дно. Ну, то есть, притом, ну, кровный. Вот. И, скажем, человек имеет на меня очень лучшие глаза. Значит, надо что сделать? Надо выстроить этого, представить себе его духа перед собой. Глазки закрыла, у него демонстрия засела, духа его представила. И попросить прощения. Скажи, прости, пожалуйста. Я, наверное, сделал, и тебе где-то больно. Я не специально это. Не виноватая е... Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok